Вы мне задали вопрос, как насчет того, что в Новом Завете женщина спасается через щедродие. Я не знаток греческого языка и не знаю, насколько правильно там переведена эта фраза, но я только думаю, что Бог самому себе не противоречит. И я лично верю, что мы, как мужчины, так и женщины, спасаемся через кровь, провитую Ишуа Мессией, его жертву, и мы имеем искупление, оправдание и все остальное. И нигде не сказано, что у женщины и у мужчины в этом отношении есть какая-то разница, правда? А то получается так, что мужчина спасается через жертву Ишуа, а женщина через щедродие. Что-то тут какие-то проблемы перевода. Я слышал такое, что там сказано, что мужчина-то не спасется, а получит благодать, если они пребудут в вере. Ну, я точно не знаю, я этим вопросом не занимался, но думаю, что тут какое-то противоречие. Связано именно конкретно с переводом. Так же самое, как «Смотри, женщина, да, не спасешь ли ты мужа? Жена, не спасешь ли ты мужа?» Сейчас у меня просто связи с... Да. Дело в том, что если вы возьмете эту цитату у пророка Исаии, я сейчас просто не помню стих, потому что это мне вопрос задали, это надо... Я всегда люблю тщательно искать ответ. То у пророки Исаии, и так, кстати, вот переведено правильно, вот такая есть, знаете, красная книжка, современный перевод Библии. Так там ничего не говорится о жене и о муже. Там говорится даже не Иша, жена, а Накива, женщина. И там из контекста говорится, что женщина окружит мужчину. Мы сове окружит мужчину. Не спасла, что спасет. И что жена спасает мужа. Там это точно вообще нету слова муж и жена. Мужчина слово есть. А слово женщина, там именно не Иша, который можно объяснить, как жена, а Накива. То есть, особь женского пола. Сомка. И если говорить из контекста, там говорится так, что женщина будет настолько мужественна, что она будет более мужественна, чем мужчина. Ну, вы посмотрите, поищите этот момент, если кому-то очень интересно, я потом найду. Так что я не верю, что есть какие-то спасения, кроме жертвы Ишуа Мессии. Да. Ну, я еще раз говорю, что это их лоха, правда? Это их лоха, это их вопросы перевода. Вот. А вот мормоны, я еще раз говорю, что там мужчины спасаются через чудо-родие. А так как мужчина 60 детей сам не родит, значит, с одной жены, ну, надо побольше жен. Сейчас, не знаю, может, у них другая теология. Но они считают, вот именно нужно освободить побольше душ и побольше их покрестить. И тогда будет все в порядке. Поэтому они крещатся не только живых, но и своего бабушку, дедушку, которые уже умерли. Они про бабушку и про дедушку, они ведут родословные, выискивают всех своих родственников и кресят их посмертно. Ну, вроде бы, тоже есть какое-то библейское обоснование о хрестящихся за мертвых, правда? Но, опять-таки, я говорю, что это просто человеческая мудрость. Это человеческая мудрость, которая ничего не имеет общего с Божьей мудростью. Хорошо. Теперь мы вопрос о контрацепции. Есть различные способы контрацепции, да? Есть так называемая внутриматочная криптоконтрацепция. То есть, когда женщина вставляет себе спираль, да? Часто этим пользуется. Эта спираль может, она вроде удобна, находиться более-менее длительное время. В матке, ну, все равно рекомендуется через некоторое время вынимать, чтобы не было пролежней. Но я вам скажу, что это то же самое, что убийство. Потому что оплодотворение, а мы уже говорили, что с того момента человек начинает жить, как произошло оплодотворение. Яйцеклетки проходят еще внутри брюшной полости, в маточных трубах. Слышали такие? Есть, да? Вот, в брюшную полость поступает яйцеклетка, и она поступает через маточные трубы, и там происходит оплодотворение. И в матку спускается уже оплодотворенная яйцеклетка. Эта спираль не дает ей прижиться. Поэтому в данном случае это равносильно убийству. То есть, тот же самый аборт, только в очень раннем периоде. Есть предохранение по циклу расчет дней. Это, в общем-то, можно делать. Вроде бы это как бы по Торе получается, да? Потому что есть определенные моменты воздержания. Но если я еще раз говорю, что делать абсолютно это точно по Торе, у женщины именно оплодотворение идет в тот период, когда разрешается по Торе половой акт. Но если мы еще будем исключать и это время, то тогда получится резкое сокращение периода интимной жизни. И оно может вызвать напряженность в семье, и неблаготворятно отразиться на жизни вообще. Есть еще такие способы контрацепции, которые механически запрещают прохождение в матку сперматозоидов. Есть мужские контрацептивы, называются презервативы, так? И женские типы различных тампонов, колпачков и так далее. Ортодоксальные евреи. Я сейчас говорю о обычных житейских наших делах, правда? Вы, вы, учителя, я ничего не говорю вам стыдного. Это нормально. Вы должны уметь людей научить этому, правильно? Да. Потому что интимные отношения между мужем и женой ничего стыдного не содержатся. Можно делать и разные позы, и все, что хотите. Если это не унижает женщину, вот, в отношении секса, ну, это я уже так буду говорить, так? Если это не унижает женщину или кого-то из супругов. Вот. Ну, не рекомендую то, что говорят, как это, когда прямую кишку делается, да? Во-первых, это грязно. Во-вторых, это очень похоже на акт гомосексуализма. Я считаю, что это недопустимо. Остальное, как хотите, так и делайте. Если вы, муж и жена, если вы любите друг друга, а не пользуетесь телом друг друга, вы понимаете, да? И не унижаете друг друга. То есть, садизм, мазокизм, я считаю, в отношении этого недопустимым. Остальное – это ваше личное дело. Тора об этом ничего не говорит, да? Но говорит о любви, которая должна быть в отношении между супругами. Вы поняли. А в отношении контрацепции, значит, есть мужские презервативы. И ортодоксальные раввины говорят, что это запрещается. Потому что на мужчину возложена заповедь плодиться и размножаться. А на женщину вроде как бы нет. Женщина, вы знаете, в иудаизме освобождена от некоторых заповедей, да? В связи с ее семейным положением. Поэтому колпачки и такие вот женские контрацептивы, они считаются в данном случае допустимы. Гормональные оральные препараты, то есть гормональные препараты, они чаще всего предотвращают беременность в результате чего? Они нарушают менструальный цикл и они нарушают здоровье человека. Вы знаете, что любой прием гормонов, он шреват. Поэтому это считается как нанесение вреда женщине. Есть также применение таблеток типа на следующее на утро и применение таблеток, которые провоцируют менструацию. Но это, опять-таки, на следующее утро, значит, скорее всего, уже будет оплодотворен зародыш, да? Кстати, в организме женщины сперма сохраняет активность в течение четырех суток. Если, допустим, не произошло выделение яйцеклетки, да? Вот, а через два, три или четыре дня, то может быть оплодотворение. Причем есть даже такие способы, когда можно заранее предусмотреть пол будущего ребенка. Сперматозоид, который содержит только одну х-хромосому, то есть от которого потом родится мальчик, да? Х, нет, у-хромосому, у-хромосому, от которого родится мальчик, он легче. Потому что у-хромосома на два раза меньше. И он быстрее проникает. Вот, но сперматозоид, который содержит х-хромосому, он более жизнеспособен. Поэтому, если в момент выделения яйцеклетки произошло оплодотворение, то чаще может родиться мальчик. Если половой акт совершен за два-три дня до выделения яйцеклетки, как можно определить выделение яйцеклетки у женщины? Путем измерения температуры. Ректальная температура в момент выделения яйцеклетки, она повышается на полградуса. То есть женщины, у которых регулярный менструальный цикл, они могут заранее это все рассчитать. И когда проходит два-три дня, значит, Y-хромосомы, вот эти сперматозоиды уже погибают. И больше вероятность зачатия девочки. Ну, это опять-таки не сто процентов, да? Вот, но можно это тоже учитывать. Так вот, таблетки типа на следующее утро или провоцирование менструации тоже считаются запрещенными таким же образом, да? Как и аборт. Хорошо. И категорически запрещены различные стерилизации. Как-то зашивание маточных труб или зашивание семенных проходов у мужчин. Почему? Потому что стерилизация и кастрация запрещена торой. Как людей, так и животных. Есть непрямые указания. Вот, кстати, в русской Библии абсолютно неправильно переведено, что там волы приносятся в жертву. Никогда в еврейском храме за счет существования не принесли в жертву ни одного вола. Потому что вол – это, извините, кастрированное животное, да? И сказано о евнухах, вы помните, да? О бесплодных. Как о самых таких вот низших существах, да? Но даже они в будущем мире и при пришествии Машеха, а я верю, что Ишуа Мессия, да? Дает даже таким людям оправдание и святость. Если вы просчитаете его пророку. Есть интересные обещания. Сейчас я подробно об этом не буду говорить. Кроме того, заповедь «не убивай» может быть расширена. Вы помните, говорили, что «не убивай», и что заповедь, она должна быть расширена. Правда? А в широком смысле «заповедь не убивай» – это в еврейской традиции относится к запрету публичного оскорбления человека. Говорил ли об этом Ишуа? Да? Тот, кто оскорбляет брата своего, что он делает? То же самое, что убивает. Поэтому еврейская традиция говорит, Ишуа, я говорю, что и в этом не нарушал еврейскую традицию. Еврейская традиция говорит, что тот, кто прилюдно унизил ближнего, душа его не минует ада. Кроме того, кто считается убийцей? Убийцей приравнивается тот, кто лишает ближнего возможность зарабатывать на жизнь. А также тот, кто, не имея права выносить постановление в области еврейского закона, все же берет на себя такую функцию. То есть, если человек судит другого человека, иными словами, да? Кто ты такой, чтобы судить другого? Судить другого человека может только суд. Если мы клевещем на ближнего своего, судим его и осуждаем, то мы кто? Убийцы. И еврейская традиция говорит, что душа такого человека не минует ада. И Ишуа говорит, что абсолютно то же самое. Естественно, у нас есть средства восстановления. И мы говорили, уже самоубийство. Самоубийца, так писал Бая ибн Пахуда, самоубийца – это часовой, покинувший свой пост. И вообще в практике смерть по вине умершего очень редко объявлялось самоубийством. В христианстве часто, знаете, говорят, вот это самоубийца, там его нельзя хоронить, там его нельзя в гроб ложить, нельзя его отпевать. Вообще в средние века самоубийца, он должен был быть похоронен на перекрестке дорог, там, или что-то вот такие вот страшные вещи. Но если человек не самоубийца, если вы нашли человека повешенным, вы полностью уверены, сто процентов, что он сам самоубийцов покончил? Да? Никто не знает. Даже если случаи такие есть, когда человек совершал самоубийство, допустим, отравление, но успевал после этого покаяться. Правда? Мы же не знаем. Мы не знаем этого. Поэтому в практике еврейского законодательства очень редко человек, который даже явно произошел самоубийцем, считается, что произошел несчастный случай. Или, как некоторые говорят, произошел несчастный случай из-за временного помешательства. Чтобы вы поняли, что христианство к этому и иудаизм подходят по-разному. И в любом случае надо трактовать сторону человека. Правда? А есть ли, которые вену вскрывают? Это же очевидно или нет? Ну, я, знаете, разные есть случаи. Я еще раз говорю. Я говорю об общих случаях, а не о конкретных ситуациях. Но вообще-то, в принципе, есть случаи, когда люди вскрывали вены и оставались живыми. Потому что в медицине любое ранение верхней конечности не является абсолютно смертельным. Даже если человеку снарядом оторвало руку взрывом, он может остаться живым. Потому что в нижней конечности там устройство вен другое. Там вот эти клапаны, они не дают крови поступать в обратном порядке. А в верхней конечности происходит само, как сказать, спазмирование артелей и вен. И может само прекратиться кровотечение. Но я сейчас об этом не буду говорить подробно. Итак, кто считается конкретно самоубийцей? Вот так, как мы говорили, что при любаянии, если два свидетеля предупредили, и он продолжает, да, совершать это дело, тогда он считается полюбодеем. Кто считается самоубийцей? Вот что говорит Вавилонский Талмуд, трактат «Смоход 2.3». Кто считается самоубийцей? Не тот, кто собирается на дерево или крышу, падает и разбивается насмерть. Но только тот, кто говорит, я сейчас полезу на дерево и крышу спрыгну и разобьюсь насмерть. А другие видят, как он это делает. Тогда еще непонятно, кто больше виноват, да? Такой человек считается самоубийцей, и по нему не считают поминальных молитв, и не выполняют поминальных обрядов. Человек, которого нашли задохнувшимся, висящим на дереве, мертвым от удара меча, не считается самоубийцей, и никакие поминальные обряды в этом случае не отменяются. Я скажу так, поминальные обряды для нас, в общем-то, не нужны. Но знаете, кому это важно? Родственникам. Приятно ли какому-нибудь ребенку осознавать, что его отец самоубийца? Правда? Это останется на его памяти всю остающейся жизнь. Чем ближе отношение убийцы и жертвы, тем отвратительные преступления. А так как человек ближе всего к самому себе, то самоубийство является самым страшным из видов убийств. Пишет Бая и Бн Пакуда в своей книге «Обязанности сердца». Философ Бая, живший в XI веке, считает самоубийство преступлением худшим, чем убийство. Так же и Раби Акива говорит «Придайте его забвению, но не благословляйте и не проклинайте». Еще такое. Тот, кто убивает человека, убивает человека. Но тот, кто убивает себя, убивает всех людей. По отношению к себе он уничтожает целый мир. Вы помните, каждый человек – это целый мир, да? И если я убиваю самого себя, это все...